Новое поколение не оставят без поддержки. Уникальный социальный проект по трудоустройству трудных подростков будут спасать депутаты ЗАГСа. У нового поколения семь площадок по всему городу. В Приморском районе одна из крупнейших. Здесь могут работать и учиться 250 человек. Однако в августе комитет по молодежной политике отказался финансировать проект. Предприятие потеряло 95 процентов поступлений в бюджет. Для всех ребят это как второй дом. И если поколение закроют, то будет всем тяжело, потому что у нас одни подростки куда сейчас устроиться в таком возрасте. Новый поколение дает нам шанс заработать. Трудовой договор, книжка, полис, зарплата, а также бесплатное питание и возможность учиться. Здесь кипела работа. Подростки, совершившие преступления, правонарушения или просто попавшие в трудную жизненную ситуацию, собирали детские настольные игры. Более 70 видов. Как решились остановить финансирование такого уникального предприятия, руководители, ученики и педагоги нового поколения понять не могут. Лично мое мнение, мне кажется, никто не хочет портить статистику. Хотят показать, что у нас нет трудных подростков в городе. Хотя они на самом деле есть и их много. Помочь проекту остаться в живых взялись депутаты ЗАГСа. Уже состоялось первое заседание постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению, посвященное этому вопросу. «Мы будем обсуждать, какие меры необходимо предпринять, чтобы сохранить самую главную задачу – сохранить рабочие места и трудовую занятость сложных подростков». Пока позиция депутатов однозначная. Новое поколение должно продолжать работу. За – голосует и положительная статистика. 98% выпускников учреждения продолжают обучение и устраиваются на работу, то есть возвращаются в нормальную жизнь. Редактор субтитров А.Семкин